Конфликт С температурой, которые летят По отношению друг к другу Но на самом деле конфликт Скандал это часть конфликта Это один из способов Решения конфликта, возникающего в семье Конфликт это любая разница во мнениях Это нормально Мы разные люди Мы отличаемся У нас не только разные образования Разные воспитания Разные жизненные ценности Мы еще мужчины и женщины Мы об этом очень много говорили Мы отличаемся друг от друга И поэтому то, что у нас есть разная точка зрения На какой-то один момент Это нормально Просто что мы с этим делаем Как мы это решаем Характерный пример Едем на машине Я сижу за рулем Жена сидит рядом Как вы думаете, кто машину управляет? Жена И это всегда конфликт Сколько машин у нас есть Только этот конфликт Вот я себе запрет Ну не могу Сама создает этот конфликт Ну и в результате он у нас заканчивается Понимаете? Ну что с этим делать? Ну не значит Нам тоже надо разбежаться Говорить, что там мы Недуховные Жена недуховная Муж там нетерпеливый Не может меня любить Как Христос церковь С любовью и терпением Да Конечно, можно было тут массово всего наговорить И из-за этой ерунды разбежаться Ну это не способ решения конфликта Ну вот нам нравится Что это тема сказала Брюс Уилкинсон Супруги, которые утверждают Что за 40 лет ни разу не поссорились Не вступили в конфликт Страдают либо расстройством памяти Либо прожили такую скучную жизнь Что им даже вспомнить нечего И это правда На нас наоборот Кстати, даже очень напрягают супруги Которые, вот знаете, мы все слышали И говорят Мы прожили вместе такую жизнь Что ни разу не поссорились Как-то вот Мы потом расскажем сейчас Почему нас такие супруги напрягают Итак, введение Итак, конфликты Это неизбежная реальность во всех семьях Мы разные люди Кроме того, еще и дети появляются У них свой взгляд Уже такой современный Называется, да, на жизнь А мы отсталые предки становимся сразу Еще и здесь противоречия какие-то возникают Или, может быть, не противоречия Но все равно разногласия Ну, мы всегда говорим Что вообще конфликты есть везде Где есть жизнь И вот часто к нам, когда подходит Когда мы ведем Особенно для служителей семинары Подходит пара и говорит Вы знаете, мы думаем Что нам все-таки еще рано начать такое служение Вообще какое бы то ни было Мы не имеем права Нам сначала надо все конфликты Сначала в своей семье решить И только тогда Когда мы будем уже действительно Совершенно без конфликтов Мы сможем нести что-то другим Умное Мы говорим Знаете, вот когда только Вы дойдете до такого понятия Что между вами все Вообще никаких конфликтов нет И все идеально Даже близко к людям не подходите Вы даже близко не подходите Это значит, вы уже одели маски И вас не волнует то, что происходит в вашей семье И ваши отношения умерли Потому что если отношения живы Конфликты будут Конфликты есть везде Где есть жизнь Если конфликтов нет Значит, вы и умерли Не конфликтуют только люди Или чужие друг другу Вот чужие другу не конфликтуют Дальше Под буквой Б посмотрите Решения, которые мы принимаем Во время конфликта Могут либо нас увести Друг от друга Как мужа и жену Либо крепко связать вместе То есть все зависит от того Как мы решаем конфликт А не от наличия Или отсутствия конфликтов Конфликты будут Главное их правильно решать Я сейчас вспомнила У нас в Самаре Есть такая пара супружек И вот когда мы ездим Они вообще сейчас Они полностью Нашу организацию взяли на себя Вот мы когда жили в Москве Теперь они там Так сказать Учредители мы Они сейчас Как председатели Нашей организации Которые работают теми Николай и Марина Николай и Марина Они пришли к Богу И вообще к счастью Через вот наши конференции И вот сейчас Господь расположил их сердца И вот самая первая конференция Когда они вместе с нами Вели ее Потому что мы обычно Ведем конференции Не вдвоем стараемся вести А с какими-то другими парами Когда съезжается много пар Интереснее слушать разные мнения Потому что говорят только одни Говорят, ну это наверное только у вас так А когда начинают многие пары Говорить какие-то темы И видно, что В общем-то они тоже живые Тоже есть проблемы Но они решаются И разные точки Разные люди поддерживают Одну истину Наверное, что-то все-таки в этом есть Хотя по-своему Потому что у нас на конференциях Есть и неверующие люди Да И вот как раз Это была первая самая конференция Как сейчас помню Сколько у нас было? 60 или 70 пар? И мы сказали этой паре Что вам пора уже тоже что-то говорить Выберите любую тему Вот из этих вот учебников Которую вы будете освещать Перед людьми Перед супружеским парами Выучите ее Там, порепетируйте И вот одну Только начните со мной Они очень волновались Представляете, все-таки 70 там пар участников Представляете Причем там Парадию делась Объявление очень много записалось Приезжают вообще незнакомые Они, конечно, очень волновались Марина с Николаем Вот они еще написали Слово в слово Причем он так Своим фломастером Этим маркером Свои слова Голубеньким подчеркивал Жены желтеньким Чтобы не перепутать Кто что говорил Все это репетировали Репетировали Учили наизусть Перед нами там Как раз репетировали Мы говорим Все, нормально Можно выходить И вот начинается Эта лекция По конфликтам Вот еще сидят люди Там огромный зал Только глаз И они так начали волноваться Что все, что они учили наизусть Они тут же забыли Они все И начали читать И начали читать Он свои слова Она свои Вот они читают Читают Ну, время-то время Поднимает глаза Но опять Я опять читаю Да? Вот И тут в конце Осталось Минут 10 15 до конца осталось И вот То ли волнение было слишком сильное То ли еще что-то То ли подчеркнули неправильно Не знаю В общем, Николай перепутал слова И читает Иду я по улице Моя подружка ко мне подходит Говорит, что ты как одета А я сказать не могу И тут по мне Говорит, Коля Позорище ты мое Ну, вечно ты все испортишь Позорище это же надо Молчи уж И он понимает, что он что-то не то Значит, прочитал Сказал А тут еще жена наезжает На него наехала Это вообще убийственно Ах так? Говорит она одна Вообще ничего не скажу Я вернулся И до конца стоял К ней спину Смотрите Это все во время семинара Сидит 70 пар Там 140 человек Мы сидим Ну, сейчас Сейчас кончится Ну, Марина взяла себя в руки Она так дрожающим голосом Все до конца Дочитала И они все схватили Значит, все свои материалы И бежали Убежали Мы за ними в номер Да, ну, сейчас мы им скажем Ну, как так можно Ну, вообще Да, позорили Сколько людей Причем, люди неверующие И так себя вести Ну, нельзя так Ну, нельзя так В каждой концерте В общем, мы идем И приготовили речь Обличительно Заходим к ней в комнату Они оба в слезах На колени В слезах Ой, вот так вот Прости, господи Прости Мы поняли, что нам уже ничего говорить Вообще не надо Нам надо уезжать Ой, Колик, все Садимся в машину Все, мы все испортили Все Собираем вещи Все, едем Мы говорим Пойдем, что есть победа Нет, нам стыд Там люди нахуй видят Не пойдем Мы говорим Так, все, пошлите Надо показать, что вы живые люди Нормально Пошлись Потом же будем принимать решение В эмоциях Принятые решения Всегда неверные Пошли Мы взяли, повели за стол Повели, сели Так с краю Что они так сидят Так едят Закрываются И тут, знаете Подходит Там был человек Один Новый русский Йоу Типа В майке ходил Там все время В трусах И Слез Такие Такие Все в таком виде Вот он подходит Говорит Ну это Типа Николай Классно Вот До этой лекции Я говорит Вам не верю Хоть такие прям Святые Все из себя Святошься в крови Вот Слушайте Я вижу Вы нормальные Продолжайте Можно Продолжать Разрешаю И ушел И кроме него Еще там Несколько людей Подошли Ну вот он Почему запомнился Потому что Понимаете Он сказал По-своему Он сказал То, что Действительно Получилось С Божьей помощью По-своему Поэтому Не надо Бояться Конфликтов Надо Показывать Что Вы их Решаете Потому что Они есть От них Никуда Не денешься И решение Принятое Марина И Коля Все-таки Показать Всем людям Прийти Показать Что нормально Отношения Восстановились Это Сказал Даже Больше Чем Эта Лекция По Конфликтам Они Кстати Эту Лекцию По Конфликтам Читали Самую Первую Они Выглянули На Такой Лекции Еще И Поссорились Это Вообще Да В конце Если бы Вы Выше Сказали Вот Видите В конце Лекции Они Вам Показали Наглядный Перемер Там Наглядный Там И так Было Яско Да Нет Ну Но мы Сами Мы Сами В этой Ситуации Мы Сами Были В этой Конфликтной Ситуации То есть Конфликтная Ситуация Для нас Для всех Показалась Таким Уроком Приглашаем Вас Принять Участие В глобальном Проекте По Распространению Евангелия И расширению Библейского Образования От Нас Зависит Будет ли Христианское Образование Доступно Поддержите Наш Проект Молитвой И Финансами О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Узнать На сайте www.tvseminary.com Итак Существует Четыре Способа Поведения В конфликтных Ситуациях Которые Не решают Конфликтом Вот Обратите Внимание Тут Одного Нет Их Всего Пять Способов Решения Конфликта Четыре Которые Не решают Подпишите Которые Не решают Конфликтов Первый Это Битва До Победного Конца И Тут Вход Как раз Идут Скалки Сковородки Кулаки Утюги Но Если От скалки Или от утюга Синяк Заживет Через неделю Или через Требе То Согласитесь Что От сказанного Слова Порой Словом Можно больнее Ударить Правда Еще Как Ударить Да Вот Однажды Одна женщина Говорит Вот Я Прослушала Ваши Левские По конфликтам В нашей Семье Все Наоборот Я Вот Только На кружок Или на секцию Я Один раз Ему Прям Говорит Ты Слушай Импотент А он Говорит В это время Смотрел Футбол Тоже Отвернулся Так Говорит Его Никак Не отвернешь А смотри Я тут Собрала Вырезки Из журнальчика Все Про тебя Импотент Несчастный А я Еще Просим С тобой Живу Он Говорит Ну Что Тебе Ходи С детьми В секцию Пошел А Мне Мне нужно Было Чтобы он Пошел В школу На Собрание Тоже Говорит Чувствую Не пойдет Не пойдет Не пойдет Ну надо Как-то Его Заставить Я Похожу И говорю А ты Вообще Еще И труп А это С чего Взяла А вот Потому Потому Что Знаешь В древнем Риме Была Такая Казнь Вот Если Один Человек Другого Убивал Вот Этот Труп Привязывали К убийце Он Заражался Трупным Ядом Умирал И вместе В одной Могиле Хоронили Вот Ты Труп Потому Что Ты Не Верующий А Я Верующий Я Свет А Ты Тьма Я Жива И Ты Мертвый И Вот Я Труп Несчастный Таскаю А Ты Даже Не можешь В школу Сходить На Собрание Пошел Я говорю Слушайте Замечательный Способ Вы Вы Избрали Я Даже Где-то Такой Видел По телевизору Наблюдал Квадратный Ринг Выходят Двое В трусах И В перчатках И Один Другому Раз Тот Брэк В обморок В Нокаут В Нокаут И Говори Ему Что Хочешь Хочешь Прямо Здесь Расскажи А Хочешь В угол Отнеси И Там Расскажи Все Выслушай Но Комфликт От Этого Не Решается А Нет Я Только Так Не Нужно Не Нужно Так Категорично Я Знаю Что В нашей Семьи Работает Давайте Посмотрим Местописание На самом Дверху Послание Апостола Иакова Очень Мудрая Женщина И Давайте Посмотрим Какая Ваша Мудрость С мужем Во-первых Очень Чистая Ваш Разговор С мужем По поводу Его Патентности То Что Он Труп Это Очень Чисто А Уж Какая Мирная Дима Потрясающе И Как Вы Снисходительны К мужу О Послушности Ну Просто Вообще Речи Можно Не Вести Изумительно А Милосердия Сколько Добрых Плодов Она Я Все Поняла Поняла Все Знаете Слово Боже Я Облечил Больше Чем Здраво Чтобы Там Не Было То Битва До Победного Конца Не Работает Второй Способ Который Люди Пользуются Которым Особенно Верующие Уход От Конфликта Делают Вид Что У нас Нет Конфликтов Мы же Христиане У нас Все В Порядке А Мы Служители Да У нас Все Замечательно У нас Конфликтов Вообще Не Бывает Нет У нас Не Бывает Нет И И В церковь Приходят Отдельно Друг от Друга И Сидят Отдельно Друг Отдруг И Друг Перед Другом Не Признаются Ну Зачем Я буду Говорить Ему Если Он Мне Скажет Что Я Недуховная Жена Я Лучше Нет Конфликта Все Понимаете Скажите Конфликт Решается Таким Способом Он Складывается Стена Отчуждения По Кирпичу Складывается Складывается Конечно А потом Стена Руки Следующий Способ Два Первых Способа Можно Объединить В один В качестве Примера Как Один Мужчина Говорил У меня Говорит Вот Вчера Жена Приползла Ко мне На коленях Говорит Ты Что Сказала Вылазить Под кровать И Подлый Трус Ну Один Ушел Другой Дерев Так Ну Ладно Значит Следующий Способ Поведения В конфликтной Ситуации Это Уступка Без Внутреннего Согласия Третий Способ Посмотреть Уступка Без Внутреннего Согласия И У вас Все Будет Замечательно Слышали Какие Солеты Вот Вы знаете Когда люди Это Говорят Они Они Не понимают Что Говорят Вот Что Значит Уступайте Друг 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 Сегодня Я Тебе Уступил Пять Раз Ты Мне Только Два Ты Мне Три Должна Завтра С утра Мы Начинаем С трех Твоих Уступок Ничего Подобного Мои Два Вот Такие А твои Пять По мелочам Ты Мне Десять За Мои Два Должен Еще Подобного Мы Говорим Не о Качестве А о Количестве Вот Еще Три Раз Уступить Потом Я Тебе Уступаю Ну Что Значит Уступайте Друг Подсчитывать Что Ли Чтобы Равноправие Было Или Знаете Как Часто Бывает После Этого Совета Один Уступает 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 И На Что Превращается Палач Жертва Понимаете Вот Уступаете Друг Друг Без Расшифровки Без того Что мы имеем Ввиду Смысла Нет В этой Фразе Вообще Теряется Полностью Теряется Полностью Смысл Мы Сейчас будем Говорить Как правильно Пока Мы говорим Как неправильно Да Вот Четвертый Способ Который Не решает Его И здесь У вас Нет Вы Подпишите Пишите Компромисс Почему Мы Сейчас О нем Стали Говорить Потому что Его очень Часто Стали Советовать Людям Найдите Какой Нибудь Компромисс Особенно Если Приходят Там Светским Психологом Да Да Даже И в церкви Сейчас Уже Говорят Ну Какой Может быть Компромисс В вашем Вопросе Давайте Попробуем Найти Компромисс Что Такой Компромисс Давайте Подумим Компромисс Это Половенчатость Решения Немножко По твоему Немножко Помощ Или Ни Тебе Ни 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 Но Половести Все равно Рано или поздно Сплывет Компликт Компликт Не решается Он все равно Или Ни Тебе Ни 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 Ты Хотела Поехать В Турцию Отдыхать Я Хотел Поехать В Египет Отдыхать С всей Семьей Ну Хорошо Раз Мы Не нашли Такого Обоюдного Решения Приемлемого Была Едем В Магадан Кто Хотел Пищеполовные Колеса А я Хотела Кухонный Гарнитур Раз Мы Не Можем Сойтись На Этом Ну Хорошо Давай Вам Все Деньги Отдадим В церковь Нет Я не говорю Что это Плохое Решение Понимаете Но Конфликт В семье Остался Понимаете Конфликт В семье Все равно Остался То есть Компромисс Это Не решение Компромисс Это Не решение Проблем Продолжение следует Продолжение следует